Деяние святых апостолов Деяние святых апостолов Деяние святых апостолов Их поставили предапостолами И сии, помолившись, возложили на них руки И Слово Божие росло И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме И из священников очень многие покорились вере Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Марка Святое Благовествование Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета Который сам ожидал Царствия Божия Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова Пилат удивился, что он уже умер И, призвав сотника, спросил его Давно ли умер И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу Он, купив плащаницу и сняв его Обвил плащаницу и положил его во гробе Который был высечен в скале И привалил камень к двери гроба Мария же Магдалина и Мария Иосифа Смотрели, где его полагали По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия Купили ароматы, чтобы идти, помазать его И весьма рано, в первый день недели Приходят ко гробу при восходе солнца И говорят между собою Кто отвалит нам камень от двери гроба И, взглянув, видят, что камень отвален А он был весьма велик И, войдя во гроб, увидели юношу Сидящего на правой стороне Обличенного в белую одежду И ужаснулись Он же говорит им Не ужасайтесь Иисуса ищите на зарянина распятого Он воскрес Его нет здесь Вот место, где он был положен Но идите, скажите ученикам его и Петру Что он предваряет вас в Галилее Там его увидите Как он сказал вам И, выйдя, побежали от гроба Их объял трепет и ужас И никому ничего не сказали Потому что боялись Прииди Иосиф Ижа Таримафея Благообразен советник Ижи и той бечая царствие Божие Дерзнув в ниде к Пилату И проси тело Иисусова Пилат же дивися Аще уже умря И призвал сотников И проси его Аще уже умря И увидев от сотника Даде тело Иосифами И купи плаченицу И с ним его Обид плаченицую И положи его во гроб И же без сечи над камени И привали камень На двери гроба Мария же Магдалина И Мария Иосифа Зрясте Где его полагаху И минувши субботи Мария Магдалина И Мария Иаковля И Соломия Купиши ароматы Да пришедши Помажут Иисуса И зело за утро Воедину от суббот Приедоши на гроб Воссиявши солнцу И глаголуху к себе Кто отвалит нам камень От двери гроба И воздревши Видевши Яко отворен Бе камень Бе бо вели И зело И влезши во гроб Видиши юношу Сидящих в десных Одеянного Одежду белу И ужасошася Он же глаголы им Не ужасайтесь И Иисуса Ищите Назаренина Распятого Воста Незде Все места И деже положиши его Но идите Рците учеником его И Петрови Яковыряет вы В Галилее Там вы его видите Яко же рече вам Ишетцы бежаши От гроба И мясо же их Трепет И ужас И никому же Ничто жреша Вояху Бося Блаженный феофилакт Архиепископ болгарский Благовестник Толкование Толкование на Евангелие От Марка Тихий 42-47 И как уже настал вечер Потому что была пятница То есть день перед субботою Пришел Иосиф Из-за Римофеи Знаменитый член Совета Который сам ожидал Царствие Божие Осмелился войти к Пилату И просил тело Иисусова Пилат удивился Что он уже умер И призвав сотника Спросил его Давно ли умер И узнав от сотника Отдал тело Иосифу Он Купив плащаницу И сняв его Обвил плащаницу И положил его Во гробе Который был высечен В скале И привалил камень К двери гроба Мария же Магдалина И Мария Иосиева Смотрели Где его полагали Блаженный Иосиф Еще служа закону Признал Христа Богом Почему и дерзнул На похвальный подвиг Не стал он размышлять Вот я богат И могу потерять богатство Если буду просить тело того Кто осужден За присвоение себе Царской власти И сделаю с ненавистным У иудеев Так ни о чем подобном Не размышлял сам собою Но оставив Все как менее важное Просил одного Придать погребению Тело осужденного Пилат удивился Что он уже умер Ибо думал Что Христос Долгое время Будет выдерживать Страдания Как и разбойники Почему и спросил Сотника Давно ли умер То есть неужели Умер прежде времени Получив тело Иосиф купил Плащаницу И сняв тело Обвил ей Честное тело Честно Предавая погребению Ибо он был И сам ученик Христофа И знал Как почтить Владыку Он был знаменитый То есть человек Почтенный Благочестивый Безукоризненный Что касается Дозвания советника То это было Некоторое достоинство Или лучше Служение И должность Гражданская Имеющую которую Должны были Заведовать Делами судилища И здесь Часто подвергались Опасностям От злоупотреблений Свойственных Сему месту Пусть слышат Богатые И занимающиеся Делами общественными Как достоинство Советника Нисколько Не препятствовало Добродетели Иосифа Имя Иосиф Значит Приношение А Аримафии Возьми Оное Будем же и мы По примеру Иосифа Всегда прилагать Усердие К добродетели И взымать Оное То есть Истинное Благо Да сподобимся Принять И тело Иисусова Посредством Причащения И положить Оное В гробе Иссеченном Из камня То есть В душе Твердо Памятующей И не забывающей Бога Да будет Душа Наша Иссеченная Из камня То есть Имеющей Своё утверждение Во Христе Который Есть камень Да Обвием Сие тело Площаницей То есть Примем Его В чистое Тело Ибо Тело Есть Как бы Площаница Души Божественное Тело Должно Принимать Не только В чистую Душу Но и В чистое Тело Должно Именно Обвитенное То есть Покрыть А не Раскрывать Ибо Таинство Должно Быть Покрыто Сокровенно А не Раскрываемо Стихи Первый Восьмой По Прошествии Субботы Мария Магдалина И Мария Иаковлева И Соломия Купили Ароматы Чтобы идти Помазать Его И весьма Рано В первый День Недели Приходят Ко гробу При восходе Солнца И говорят Между собою Кто Отвалит Нам Камень От Двери Гроба И Взглянув Видят Что Камень Отвален А он Был Весьма Велик И Войдя Во гроб Увидели Юношу Сидящего На правой Стороне Облеченного В белую Одежду И Ужаснулись Он 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 И Иисуса Ищите Назарянина Распятого Он Он Воскрес Его Нет Здесь Вот Место Где Он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления, и дабы силою мира, иссушающей и поглощающей влагу тело, оно сохранялось невредимым. Вот о чем думали жены. И весьма рано, в первый день недели, восстав, идут ко гробу и размышляют, кто отвалит камень. Но между тем, как они помышляли о сем, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие во гроб, увидели его сидящим внутри, то Сим не должен смущаться. Ибо могли они видеть ангела, сидящего вне, на камне, как сказано у Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Впрочем, некоторые говорят, что одни жены были упомянуты у Матфея, другие у Марка, а Магдалина была спутницей всех, как самая усердная и ревностная. Явившийся ангел сказал же нам, не ужасайтесь. Сначала он освобождает их от страха, а потом благовествует о воскресении. Он называет Иисуса Христа распятым, ибо не стыдится креста, который есть спасение человеков и основание всех благ. Он воскрес. Из чего это видно? Из того, что его нет здесь. И хотите ли увериться? Вот место, где он был положен. Для того и отвалил он камень, чтобы показать это место. Но идите, скажите ученикам его и Петру. Петра отделяет от учеников. Или как Верховного, именуя его особо тех по преимуществу, или вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, и я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною. Поэтому ангел и присовокупил и Петру, чтобы не смутился Петр той мыслью, будто он не удостоен и слова, как отрекшийся, и потому уже не достойны быть в числе учеников. Посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жен трепет и ужас. То есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. И потому никому ничего не сказали, потому что боялись. Или боялись они иудеев, или одержимы были страхом от видения, до того, что как бы потеряли разум. Потому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали. Стихи 9-14 Воскреснув, рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили. Воскреснув, здесь остановись. Потом читай, рано в первый день недели, Иисус явился Марии Магдалине, ибо не воскрес рано. Кто видел, когда он воскрес? Но явился рано, в день воскресный, так как этот день есть первый день седмицы. Марии Магдалине из которой изгнал семь бесов, то есть многих, ибо Священное Писание принимает иногда число семь в смысле множества. Или семь бесов, противоположных семи духам добродетели. Как-то дух бесстрашия, небогобоязливости, дух неразумия, дух неведения, дух лжи и прочее, противоположное дарованием святаго духа. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. Об этих двоих и Лука говорит. И те возвестили прочим, но и им не поверили. Как же Лука говорит, что они возвратились и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, тогда как по свидетельству Марка не поверили и тем, кои пришли из села. Отвечаем. Когда Евангелист говорит, что возвестили прочим, то, разумеет, не одиннадцать апостолов, но некоторых других. Этих и назвал он прочими, поскольку одиннадцать видели его в тот же день, в который и возвратившиеся из села нашли их говорящими, что Господь истинно воскрес. Стихи пятнадцатый-двадцатый И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаменями. Аминь. Заметь заповедь Господа, проповедуйте всей твари. Не сказал проповедуйте только послушным, но всей твари будут ли слушать или нет. Кто будет веровать и недовольно сего, но и креститься, ибо кто уверовал, но не крестился, остается еще оглашенным, тот не спасен еще. Верующих, говорит, будут сопровождать знамения, изгнание бесов, глаголы не новыми языками, взымание змеи, то есть истребление змей, чувственных и мысленных. Как в другом месте сказано, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, очевидно мысленных. Впрочем, выражение «будут брать змей» можно разуметь и буквально, так как, например, Павел взял в руку змею без всякого для себя вреда. Смотрим «Деяния апостолов», глава 28, стихи 3-5. «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Это случалось много раз, как находим в повествованиях. Ибо многие, выпивая яд, силой крестного знамения сохранялись невредимыми. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаменями. «Видишь ли, везде сначала наши действия, а потом уже Божие содействия. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы действуем и полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не содействует. Заметь и то, что за словами следуют дела, и слово утверждается делами, как и у апостолов тогда. Слово утверждали, последующие дела и знамени. О, если бы Христе Слове и наши слова, которые мы говорим о добродетели, утверждали с делами и поступками так, чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействующему нам во всех делах и словах. Ибо Тебе подобает слава и в словах, и в делах наших. Аминь. Душа тому принадлежит, с кем в общении и единении она своими хотениями. Поэтому, или имея в себе Божий свет и в нем, живя и украшаясь всякими добродетелями, причастна она свету упокоения, или имея в себе греховную тьму, подлежит осуждению. Душа, желающая жить у Бога в вечном упокоении и свете, должна умереть для прежней луковой тьмы, приставиться же в иную жизнь для божественного воспитания. Слыши это, обрати внимание на себя самого, произошло ли это в Тебе. И если нет, то должны Тебе скорбеть, плакать и болезновать непрестанно. Как мертвый еще для царства, взывай к Господу и проси с верой, чтобы Тебе сподобиться истинной жизни. Бог, сотворив тело сие не из своего естества, не из тела дал ему заимствовать себе жизнь, пищу, питье, одеяние, обувь, а напротив того, сотворив тело само по себе на гимн, устроил, что все необходимое для жизни заимствует оно извне, и невозможно телу жить без того, что вне его существует, то есть без пищи, без питья, без одежды. Если же ограничивается оно тем, что в естестве его, не заимствуя ничего извне, то разрушается и гибнет. Таким же образом и душа, не имеющая в себе Божьего света, сотворенная же по образу Божию, ибо так домостроительствовал и благоволил Бог, чтобы имела она вечную жизнь, не из собственного своего естества, но от божества его, от собственного духа его, от собственного света его восприемлет духовную пищу и духовное питье и небесное одеяние, что и составляет истинную жизнь души. Как в теле, по сказанному перед этим, жизнь не от него самого, но от того, что вне его, то есть от земли, и без существующего вне его невозможно ему жить, так если душа еще ныне не возродится в ту землю живых и не будет там духовно питаться и духовно возрастать, приспевая пред Господом, и не облечет ее божество в неизреченные ризы небесной лепоты, то без зоны пищи невозможно есть самой собой жить в услаждении и упокоении, «Ибо естество Божие имеет и хлеб жизни того, кто сказал «А съесть мы хлеб животный, и воду живу, и вино, веселящее сердце человека, и елей радости, и многообразную пищу небесного духа, и светоносные небесные одежды, даруемые Богом». В этом и состоит небесная жизнь души. Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей только природе, не имея общения с Божественным Духом, потому что умирает, не сподобившись вечной Божественной жизни. Как отчаиваются в больных, когда тело их не может уже принимать пищи, и плачут о них все близкие, друзья, родные и любимые ими, так Бог и святые ангелы достойными слез признают те души, которые не вкушают небесной пищи духа и не живут в нетлении. И так, если внутренний твой человек опытно и несомненно изведал все сие, то вот, живешь ты подлинно вечную жизнью, и душа твоя даже ныне упокрывается с Господом, вот, действительно приобрел и приял ты сие от Господа, чтобы жить тебе истинной жизнью. Если же не сознаешь в себе ничего такого, то плачь, скорби и сетуй, потому что до ныне не приобрел еще ты вечного и духовного богатства, до ныне не восприял еще истинной жизни. Поэтому сокрушайся о нищете своей, день и ночь, умоляя Господа, потому что находишься в страшном греховном обнищании. И о, если бы приобрел кто хотя бы скорбь сию о нищете своей, о, если бы не проводили мы времени в беспечности, как присыщенные, кто скорбит и ищет и неотступно просит Господа, тот скорее получит избавление и небесное богатство, как сказал Господь, заключая слово о неправедном судье и о вдовице, коль мипаче Бог сотворит отмщение вопиющих к нему день и ночь, ей, глаголю, сотворит отмщение их вскоре. Все пришествие Господне было для человека, лежащего мертвым в огробе тьмы, греха, нечистого духа и лукавых сил, чтобы Господу ныне, в веки этом, воскресить и оживотворить сего человека, очистить его от всякой черноты, просветить цветом своим и облечь в свои небесные ризы божества. В воскресение же тел, которых души предварительно воскресли и прославились, прославятся и тела сии, и просветятся душой, ныне еще просвещенные и прославленные, облекутся в жилище нерукотворенное, небесное, в славу божественного света. Видишь, как славы Божии невыразимы и непостижимы. Невозможно выразить или описать неизмеримое, беспредельное и непостижимое богатство христиан. Посему со всяким чанием должно приступить к христианскому подвигу и принять то богатство, потому что наследие и часть христиан есть сам Бог, ибо сказано «Господь часть достояния моего и чаши мои я». Как мясо без соли загнивает, наполняется великим зловонием и по причине несносного смрада все отвращаются от него, и в загнившем мясе присмыкаются черви, находят там себе пищу, поедают его и гнездятся в нем. Но коль скоро посыпана соль, питавшиеся мясом черви истребляются и гибнут, зловонный запах прекращается, потому что соли свойственно истреблять червей и уничтожать зловоние. Таким же образом и всякая душа, не осоленная Святым Духом, непричастная небесной соли, то есть Божьей силы, загнивает и наполняется великим зловонием лукавых помыслов, почему лицо Божие отвращается от страшного смрада суетных помыслов, тьмы и страстей, живущих в такой душе, движутся в ней злые и страшные черви, то есть лукавые духи и темные силы, питаются, гнездятся, присмыкаются там, поедают и расслевают ее. Ибо сказано «восмердеша и согниша раны моя». Но как скоро душа прибегает к Богу, уверует и испросит себе соль жизни благого и человеколюбивого духа, снишедшая небесная соль истребляет в ней страшных черевей, уничтожает вредное зловоние и очищает душу действием силы своей. А таким образом, когда истинная соль сделает ее здравой и невредимую, снова вводится она в употребление и служение небесному владыке. Поэтому и в законе возначения сего Бог повелел всякую жертву осолять солью. Как в видимом мире кто обнажен, тот терпит великий стыд и бесчестие, и друзья отвращаются от друзей, и родные от своих, если они обнажены, и дети, увидя отца обнаженным, отвратили взоры свои, чтобы не смотреть на обнаженное тело отца, подошли вспять зряще и покрыли его, отвращая взоры свои. Так и Бог отвращается от душ, которые не обличены с полным удостоверением в резу духа, в силе и истине, не облеклись в Господа Иисуса Христа. Самый первый человек, увидев себя нагим, устыдился. Столько бесчестия в ноготе. Если же и телесная ногота подвергает такому стыду, то тем паче большим покрывается стыдом и бесчестием страстей та душа, которая обнажена от божественной силы, не имеет на себе и не обличена по всей истине в неизреченную, нетленную духовную ризу самого Господа Иисуса Христа. И всякой, кто обнажен отонной божественной славы, столько же должен стыдиться себя самого и сознавать бесчестие свое, сколько устыдился Адам, будучи нагтелесно. И хотя сделал себе одеяние смоковных листьев, однако же носил стыд, сознавая свою нищету и ноготу. Посему такая душа допросит у Христа дающего ризу и облекающего славой в неизреченном свете, и да не сделает себе одеяния и суетных помыслов, и да не думает, обольщая собственной праведностью, что есть у нее риза спасения. Как дом, в котором присутствует сам владетель, бывает полон всякого убранства, красоты и благолепия, так и душа, который у себя имеет владыку своего, и в которой пребывает он, исполняется всякой красоты и благолепия, потому что Господь с духовными его сокровищами есть обитатель ее, и браздодержец. Но горе тому дому, владетель которого в отсутствии и в котором нет господина, потому что разрушаясь, запустевает, и делается он полным всякой нечистоты и неустройства, там, по слову пророка, поселяются сирени и бесы, потому что в опустевшем доме находят себе место дикие кошки, собаки и всякая нечистота, горе душе, которая не восстает от тяжкого своего падения и внутри себя имеет убеждающих и понуждающих ее пребывать во вражде с женихом своим и намеревающихся растлить мысли ее, отвратив от Христа. Предложенными представлениями готова душа склониться на призывание последовать Господу, но приходят мысли, что еще успеем это сделать, и подсекают желания. Святой Макарий отвращает их сильными представлениями опасности отлагать дело спасения. Может истощиться долготерпение Божие, и тогда погибель неизбежна. Боюсь, чтобы на нас, которые живем всем пренебрегая и вводимся предрассудками, не исполнилось со временем апостольское изречение, а именно или о богатстве благости его и кротости и долготерпение не родиши не ведай, якоб благость Божия на покаяние тебя ведет. Если же при том долготерпении благости и кротости его приумножим еще число грехов и своим нерадением и пренебрежением уготовим себе тегчайшее осуждение, то исполнится на нас апостольское слово по жестокости же своей и нераскаянному сердцу собираюший себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия. Ибо велика и неисповедима благость Божия, невыразимо Божье долготерпение к человеческому роду, если только пожелаем мы отрезвиться и постараемся всецело обратиться к Богу, чтобы возможно нам было улучшить спасение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»